Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Заехал, как вы видите, на мойку, чтобы ополоснуть свою машинку. И сейчас собираюсь вместе с вами прокатиться и закупить продукты для сегодняшнего рецепта. У нас здесь рядышком есть один небольшой магазинчик, который принадлежит, судя по всему, вельчанам. И там мясник, который заведует мясным отделом, сам готовит разные колбаски. И в том числе я у него в прошлый раз разглядел тулусские колбаски. Ролик про тулусские колбаски я вам показывал уже. Вот сюда щелкните, посмотрите, если вы пропустили. И вот я собираюсь их купить и опробовать, выяснить, что же это такое вообще у него получается. Действительно ли у англичанин могут получиться настоящие тулусские колбаски. Поехали! Машинку отмыли. Надеюсь, теперь через лобовое стекло регистратор будет снимать нормально и красиво, без пятнышек разных. Пока едем, тут недалеко совсем, хотел ответить на достаточно часто выпадающийся вопрос в комментариях. Зачем уехал? Что в России не жилось? Причин-то много на самом деле можно насчитать. Но самое, наверное, главное основное, что сподвигло меня выбрать именно Испанию, это общее ощущение от окружающего пространства вокруг. Я последние 20 лет, даже чуть побольше, жил в Москве. В Москве то ли в силу того, что столица, то ли в силу того, что народ из разных регионов приезжает, условно говоря, завоевывает столицу, и пытается отстоять свое место под солнцем среди других таких же приехавших, очень боевитых. Очень агрессивно все. Причем эта агрессия на пустом месте возникает, и она буквально во всем. В поведении на дорогах, в общении в магазине с продавцами, в общем ожидании достаточно агрессивного ответа от окружающих. Здесь, в Испании, по крайней мере, вот в этом нашем районе, такого нет в принципе. Здесь очень все расслаблено и спокойно. И вот это мироощущение спокойствия очень для меня важно, и очень я его здесь ценю. В основном из-за этого я, наверное, сюда и приехал. И так, вот в этот магазинчик я собираюсь пойти. Пойдем посмотрим, что там у нас внутри. Пойдем посмотрим, что там у нас внутри. Кэшем оплачиваю. Взял, как видите, сосиски, которые они называют кумберлендские сосиски. Сразу вспоминается почему-то вудхаус. Ну что, сейчас мои малолитные императоры меня догонят и поедем уже домой готовить. В принципе, все остальное у меня уже есть. Давненько вам не показывал никаких рецептов с пастой. И сейчас буду исправляться. Да, я знаю, что вы мне сейчас скажете. Нет у нас в магазине никаких, как ты их там называл, кумберлендских колбасок. Ну, во-первых, ничего страшного не произойдет, если вместо кумберлендских колбасок вы используете тулусские. Ну, или вовсе купаты. А во-вторых, я вам уже показывал рецепты лузских. Если вдруг пропустили. Элементарно все. Так что не надо ля-ля. Поехали, короче. Хотя, стоп. Сначала перечень продуктов. Успели записать. Теперь начинаем. Грею сковородку. Так. И начнем нарезку. Кстати, насчет нарезки. Большинство из вас, кто давно на канале, знает, что я получил на тест ножи Самура. И обещал снять отдельный ролик по поводу впечатления о них после эксплуатации. Пока эксплуатирую недостаточно, на мой взгляд, много времени. Но промежуточные итоги, так сказать. Я заметил, что чаще всего из всей вот этой кучи линеек я использую вот этот вот. За него даже сейчас схватился, да? Малибден Ванади, хай-карбон Самура. И Самура Кайджу. И, пожалуй, что чаще все-таки вот этот. Я, честно говоря, даже не заглядывал, сколько он стоит. Не знаю. Мне сложно сравнивать с ценами на другие ножи. Ну, подобные уже качества подобной же линейки. Но в сравнении с моими, Феликсами Золинген, это не то, что как минимум не хуже. Это явно лучшая сталь. Лучше держит заточку. Единственное, что, может быть, чуть-чуть не так привычно сидит в руке. Но стали однозначно лучше. Поехали. Это мне было промежуточное мнение. И пока сковородка греется, быстро режу все подряд. Лук кубиком. Совершенно не обязательно брать шалот, как у меня. Просто он у меня есть, я его использую. Немного бекона вареного копченого. Наряжу его соломкой. И немного цукини. Тоже кубиком. И начинаю обжаривать на оливковом масле. Колбаски кладу пока целые. Надо, чтобы они совсем немного прихватились. Вообще-то колбаски нужны в готовом блюде, порезанные на кусочки. Порционные, так скажем. Но, если я их сначала порежу, потом начну обжаривать, то, скорее всего, во время обжарки фарш из них может начать вываливаться. Я не уверен, что они достаточно плотные внутри. Поэтому начало обжарки цельное. А как только фарш схватится, они снаружи подрумянятся. Все будет готово к нарезке. В принципе, уже можно выкладывать оставшийся набор лук и бекон. Смотрите, как распотрошилась-то колбаска. Что интересно, этот англичанин, этот мясник, в них напихал все. Я ее так разворотил и все. Смотрите, жуть какая. Как будто дрожжей напихал. Вы представляете, если бы я сразу ее разрезал, эту колбаску, вот так бы все распотрошило на сковороде. Но все, их уже можно вытаскивать. Жду буквально минуту, только-только, чтобы лук начал становиться прозрачным, а бекон только-только начал подрумяниваться. Совсем-совсем чуть-чуть. И вот теперь выкладываю все остальное. Это цукини и горошек. Горошек у меня был замороженный, видите? Я его даже не размораживал. Это лучше, конечно, свежий, молочный. Но где его взять такой? Надо добавить пасту. И добавить бульон. Да-да-да. Мы готовим точно так, как испанцы готовят свои любимые фидеос. То есть техника та же самая. И про пасту отдельно скажу. Обязательно в каждом ролике, под каждым роликом с пастой, появляется вылезший из какой-то глубокой дыры, из деревни. Я не знаю, куда провели вообще интернет. Какой-нибудь умник с выступлениями. И я поставлю памятник тому, кто назовет это макароны. Так вот, специально к такому умнику обращаюсь. Пастой называется все многообразие видов этой самой пасты, изделий из теста. А макаронами только конкретная форма изделий. Вот это вот не макароны. Это рожки, если ты хочешь. С таким же успехом можно попытаться лапшу назвать макаронами. Или вермишель макаронами. Это название конкретного размера. И когда я говорю использование пасты, я имею в виду, что в данном случае, в данном блюде формат пасты не очень важен. Лучше, конечно, использовать вот такие маленькие с трубочками. Тогда в них будет тоже затекать вот этот замечательный, классный, ароматный соус. Я вам такую технологию уже в двух роликах показывал. Если вдруг пропустили. Да помните, вы все видели, конечно. Нарежу кусочками на один укус. Приблизительно вот так вот. А что касается использования бульона или воды. Да, конечно, можно заливать эту пасту не бульоном, а просто водой. И будет тоже неплохо. Но, как вы прекрасно все понимаете, если брать хороший, насыщенный, ароматный бульон, то будет гораздо вкуснее. И да, в этом рецепте тоже можно использовать концентрат красного бульона, который я вам показывал в других роликах. Они уже почти готовы, так что вместе с пастой дойдут до кондиции прекрасно. А за сковородкой надо следить. Если бульона явно не хватает, добавляем и помешиваем. И посмотрите. О, какая красота! Здесь, конечно, все достаточно густо. Но мне еще хочется добавить ароматного, вкусного оливкового масла. Extra Virgin. Тогда этот соус будет вообще потрясающе ароматен. Просто фантастичен. Необыкновенно вкусен. Осталось совсем немного. Эта паста у меня готовится быстро. Она трехминутная. Поэтому осталось буквально одна минута. Ну, может, две. Уже сейчас все отлично. Но для совсем уж идеального результата надо положить пармезана. Ну, и для красоты базилик. И еще немного оливкового маслица ароматного. Давайте пробовать колбаски. Вот такой вот. Вот что мне нравится в рецептах с пастой, так это то, что делается все очень-очень быстро. Колбаска неплоха, но она и рядом не стоит с той, которую я делаю самостоятельно. Судя по впечатлениям и по ощущениям, в эти куберлинские колбаски этот мясник понапихал какого-то растительного белка. Не обязательно соевого, но, возможно, крупа. Короче, вкус мяса есть, но он явно не выдержанный и не выраженный. Так что надо самостоятельно колбасу крутить, полагаясь на свое революционное чутье. И на свой тонкий вкус. Очень классно. Очень тонкое сочетание свежести овощей, сладости горошка, сладости лука поджаренного. С таким легким ароматом бекона и со слабо, к сожалению, со слабо выраженным ароматом этих колбасок. Спасибо за компанию. Берите рецепт на вооружение, готовьте сами. Тулусские колбаски, ну или кубаты. Готовьте этот рецепт. Приятного аппетита и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok